У меня задача а-ля Русь. Березки, ручеек, мостик. Работаем на двух холстах, я пишу, вы повторяете. Итак, по материалам. Марс-оранжевый, коричневый, красный, оранжевый, кадми-желто-светлый, колер-лимонный, травяная, ну и холодные. Фиолетовый, ФЦ, и ФЦ зеленая нам скорее всего пригодится. Да? Да. Белила титановые. Вот ФЦ как-то я так опасаюсь. Да, аккуратно. Кстати, не кладите никогда ее рядом с зелеными. Всегда забудешь в пылу, как разнесешь, не оставляешь. Желательно куда-нибудь в стороночку откладывать. Это касается черной краски и вот этих ядовитых. Да, ядовитые. Так, белила здесь неразбавленная. Холст, то есть тройничок у нас сухой, мы его еще подсушим white spirit. То есть здесь сейчас процентов 90 white spirit. Ну да. Это для того, чтобы нам проще было накладывать. Проще было работать, чтобы быстрее сокол работает. Да, чтобы можно было вот эти все листики спокойно уже по небу, по прописи написать. White spirit финский, к сожалению, грязненький, без запаха, очень хорошая вещь. Леруа Мерлин. Ну нет, они везде продаются. Именно желтая, вот лака бензина, тут не видно, желтая есть синяя, она пахнет. Синюю делают в России, почему-то не очень очищена. Финская вот эта желтая здесь 50 практически без запаха. А если у человека просто чистый, ну вот покупной тройник вот, да? Он очень жирный. Очень жирный. Он для многослойной живописи. Да, очень удобно. Он сильный, он крепко, достаточно быстро схватывается. Ну как относительно, за несколько часов. Но лаприму на нем тяжело. Очень тяжело. Понятно. Именно начинающим опытный справляется, опытный его берет в меру. А начинающий его перебирает и течет маслом. То есть жирный получается. Есть такое выражение, кто читал там о живописи, жирным потощим писать нужно. То есть у нас первый слой должен быть сухим. То есть тощим, без масла. Все последующие слои красок, если многослойная живопись, у нас процент масла в разговоре увеличивается. Не только масло, но и лак. Желательно, чтобы был лак. Лак? Да, для прочности. Чисто если маслом писать, вот этот линоксин, который будет слоями толстыми, если мы будем на масле писать, он не очень прочный. Он, во-первых, такой, возможно, шагреневой кожей покрываться. Да. Механически непрочный. Если немножко лака ввести, какой-то процент, этого уже не будет. Он такой будет глянцевый, как эмаль. То есть, по сути, получится потом финишным лаком можно будет не покрывать. Да, да, да. Если не будет прожухших пятен, то нет нужды. Вот, к сожалению, прожуха и пят там практически всегда возникает. Применного сеанса вы говорите, да? Да. Смотрите, для этого есть у нас, первый сеанс мы написали, есть аэрозольные лаки, домарные, то есть не домарные, а ретушные. Ретушные лаки, да. Вышел на коридорчик, сбрызнул немножко. То есть, они прямо в аэрозолях продаются же? Потому что я покупала прямо в баллончиках и пыталась тряпочкой как-то вот покрывать не очень меня. Аэрозольные. Аэрозольные. Да. Сбрызнул именно по тем местам, по которым ты будешь писать сегодня. Так. Простейший рисунок здесь, что у нас сегодня. Так, мы зрительно делим пополам и пополам, и чтобы у нас линии горизонта не попали на середину. На середину, да. Это правильно, да? Поднимаем или опускаем, как хотим. Так, вот линия воды немножко уходит вверх. Вот никогда нельзя прямую линию, ну не то, что нельзя, природа часто бывает, ну прямая линия вот этих деревьев. Желательно ее сделать асимметрично. Ну, в живописи мы же не копируем природу, мы берем как бы, да, толчок? Ну, невозможно копировать природу, неправильно это будет. Ну, да. Ну, как нет, для пейзажа можно просто и копировать. Она до того хороша, что можно и скопировать. Ну, бывают некоторые такие, знаете, и даже в природе бывают регулярности. Например, ровная полоса леса. Это не очень хорошо. Желательно ее сделать пару раз. Даже бывает ровная, то есть регулярный рост деревьев, допустим, равное расстояние между ними. Ну, такое случается. Для картины это тоже нежелательно. Лучше разнести, какое-то дерево пустить, что-то сделать. Ну, конечно, чтобы было интересно рассматривать картину. Асимметрию в природе. Есть закономерности свои какие-то, но там все полно асимметрии, случайностей и так далее. И тема хороша природа. То есть, стараемся убрать человеческие ритмы, человеческие вот. Так, отмыли кисточку, набираем. Не будем поплевать? Нет. Так, поэтому мы не покрываем. Пишем по сухому, чтобы максимально были сухие вот эти вот краски, чтобы нужно было потом уже жирненьким писать. Хорошо. Так, вот тут небесно-голубая, наверное. Наверное, да. Так, вводим еще одну красочку небесно-голубую. О, отлично. С небом мы должны как бы вот сразу сделать правильное небо, потому что потом ветки деревьев мы будем уже на готовое небо положить. Как небо, так и облака. Угу. Тут без особых изысков. Оно осенью и бывает такое на солнце. Оно бывает, да. Очень яркое, чистое. Главное, чтобы кисть была отмыта хорошо. И вообще, желательно, чтобы не было грязи. К вопросу грязи я может вернусь еще. Это важно замешать мастихинам. Немножко чище получается все. Вот. Немножко разбавляем. То есть нам нужен максимально тонкий слои, но чтобы холст был перекрыт. Не светился. Солнце у нас слева. Немножко левая часть неба должна быть светлее. Чуть-чуть. На горизонте чуть-чуть потеплее, наверное, сделаем. Да. Книзу теплее, светлее. Сразу же этот цвет можно… Там где отражается он. Да. Вообще вода немножко более… Темнее. 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 Светлые предметы становятся темнее. А. То есть, да, светлое темнее, темное чуть-чуть светлее. Небо у нас светлое, мы его чуть-чуть утемнеем. Можно фиолетового добавить чуть-чуть. Снимаем аккуратненько шлем. И пробуем отписать облака. Мягкой кистью пытаемся вот так немножко… Ну, трясем эту кисточку и ищем. Тоже нужно снимать лишнее. И аккуратненько растушевывать. Это если мы не работаем мазком. Если мы работаем мазком, мы, конечно, не должны, например, растушевками пользоваться. Но поскольку у нас задача такая достаточно мягкая, то мы имеем право немножко растушевать. Сухой кистью. Сухой кистью можно даже помыть в этом цвете. Вот так вот несколько раз можно проходиться. Вот у нас небо. Ну, вы поаккуратнее, конечно, сделайте. Не очень временно это есть. Вы потратьте полчасика на небо. Вот эти вот переливы. Так, можно набрать теневые. По теневым. Насыщенные здесь теневые, здесь кое-где без белия. Теневые у нас насыщенные в работе. Травяную с коричневыми. Это сразу как камертон. Можно самые темные места найти. Причем не стесняться в плане плотности цвета. Да. Нет, но тоже, если перетемнить, особенно черные какие-то выводить краски, может быть слишком большой контраст. Очень контрастно. Это тоже не очень хорошо. Ну, то есть как дырка будет смотреться. Вот это даже может быть темновато немного. Ну, я и спрашиваю. Я вижу очень сочное вывязание. Поэтому я задаю даже вопрос. Немножко не белилами, а какой-нибудь цветной краской разбелить. Высветить. Да, высветить. Дальник у нас с голубым оттенком. Тоже тени эти. Там уже белила присутствуют. Тоже пишем тонко. Вообще вот по тонкости письма тени и полутени. полутона все пишутся тонко. Уже на финальной стадии, если нам это нужно, мы уже можем прокладывать краску корпусную. Это опять же, чтобы нам легче было, легче писалось. Чтобы вот эти мягкие тени принимали полутона вот эти вот без особого загрязнения. Чтобы не смешивались при наложении друг друга. Если они будут нижний слой тоже толстый, то сверху и у нас перемешаются. Будет грязь. Будет работать как пластилин. Во-первых, не будет тонких оттенков. Все тонкие оттенки появляются, когда краски тонко смешиваются. Такие нежные и живописные. Когда краски много, это не очень хорошо. Буквально ощущение, как в пластилине. Копаешься в глине. Какие-то оттенки есть, но не то. Немножко не то. Нет тонкости. Тонких смешений цветов. Темнота у нас должна явно проигрывать вот этой темноте. На какое-то количество процентов. На 10. Она же дальше находится, конечно. Да, это зависит от состояния воздуха. Здесь воздух чистый, но все равно небольшая тональная разница. Температура. Расстояние не очень большое здесь. Не 5 километров, во всяком случае. Даже если бы это и ближе было, а был туман, уже тогда очень большая была тональная разница. Туда у нас река уходит немножко в дам. Она тоже должна, вот эта немножко тональная разница. Здесь еще больше становится более прозрачным, более воздушным. Вот эти теми. Относительно вот этих. Понимаете, это от расстояния зависит. Там чуть-чуть дальше. Здесь, допустим, у нас 50 метров, тут уже 100 метров. Угу. Есть такое понятие, но это для зрителя. Воздушная перспектива, она очень легко читается, очень легко, в отличие от линейной перспективы, она очень легко понимается. Как правило, синит воздух на расстоянии, но за редким исключением. Допустим, на закате, когда пыль какая-то в воздухе, далее красноватыми становятся. Красно-оранжевыми. Допустим, пустыня какая-то, там будет не холодная, а теплая. Так, сразу можно в отражение пустить примерно эти же оттенки, немножко светлее. Да, здесь вот правило уже наоборот. Сам лес будет более теплым по сравнению с его отражением. Да. Ну, незначительно. Немножко. Небольшой процент. То есть еще раз вернусь к этому. В воде темное становится чуть-чуть светлее, светлые участки, допустим, деревья, они будут чуть-чуть темнее. Вот здесь тазоверно. Так, линия берега, там освещенная солнышком, она достаточно насыщенная, можно попробовать ее взять без белил. Потом там белило появится еще. Вот, чуть-чуть проверяем, чтобы у нас не было параллельности. Вот немножко. Тоже снимаем лишнее, аккуратно. Вот тоже немножко смягчаем. То есть тени у нас не должны быть, это тени, тени не должны быть жесткими. Ну, нежелательно, чтобы были жесткими, чтобы картина не любила. Вообще, по-хорошему, отражение пишите вертикально. Мы еще будем вот эти световые написать вертикально. В стоячей воде. Так, создаем охру для земли. Можно оранжевый и немножко фиолетовой краски. Так-так-так, ага. Оранжевый. Оранжевый, желтый, фиолетовый, что-то такое. Марс оранжевый не трогаем, очень насыщенный. Может быть, чуть-чуть. Можно, можно немножко. Он все-таки такой горячий цвет красивый. Красный. Даже вот красный можно. Еще не самое темное место, а такой промежуточный, средний тон. Зеленый, красный. Здесь красивый, в общем, кусок берега. Здесь такое разноцветие, да, и красный, зеленый, и рыжий, желтый. Делаем оттенки, то холоднее, то теплее, с грязью. Особо не боритесь за вот эти, за достоверную, совсем уже достоверную передачу, иначе грязи не несете. Такая игла пускай лежит потом. По ходу работы оно объединится. Вот такими цветными мусками немножко более цветно, чем нужно. Потому что в процессе работы эта красочка еще затопчется, и уже... Ну, придем более ровному. Да, да, более спокойным. Ежели брать один в один, в процессе работы затопчется до грязи, до грязноты какой-то. Так, вот здесь вот эта линия берега тоже вот без билю. Берем. Немножко сранживаем. Немножко сранживаем. Вообще-то морско-оранжевый здесь... Тяжело? Уместен. Уместен, да? Полно уместен, да. Вообще, вот для меня эту краску прямо открыли, морс-оранжевый. Я сам не так давно ее открыл, где-то год или полтора назад. Замечательная краска. Точнее, у меня когда-то было, я ее не понял. Был тюбик, ну... Ну, бывает так, да, да, да. Вообще, всем советую, всех красок не перепробуешь. И трудно, когда много красок, упомнить, какая из них. Я вот, допустим, давно уже делаю, у меня прям список такой. Покупаю... Базовых. Не базовых, а всех, которые есть. В левой колонке, которая хорошая, которая в моей палитре применима, в моей работе. А есть какие-то там, Тиуинди, всякие, которые мне не нужны. Которые я попробовал, но нет, я знаю, как их заменить. То есть, мы стараемся... Нам не нужна огромная палитра, чтобы у нас даже в запасе было. Не обязательно. Пускай будет наш палитр 20-25 цветов. Ну, те, которые ты хорошо знаешь, хорошо знаешь, что будет в смесях. И знаешь, да, в смесях. Именно вот это самое главное. Чем хорош список, ты приходишь... Ты уже помнишь, что ты когда-то покупал эту краску, и у тебя уже минус. Ну, то есть, она тебе не нужна. Ты уже не покупаешь ее снова и опять же разочаровываешься. Ага. Ну, здесь, наверное, еще такой момент. Ведь у каждого художника есть свой цвет палитры. Правильно, да? Ведь палитра Рембрандта, ну, от боя принципиально отличается, да? Золотисто там. Бежевые тона из черных. Да, правильно. У нас же у человека как? У каждого человека свое видение цветовое. Оно для того разное. Вот это даже ни для кого не секрет. Известно давно, в науке известно, что даже у одного человека один глаз видит тепло, второй холодно. Немножко. Небольшая разница. Вы можете закрыть глаз, посмотреть. Вот у меня левый теплее видит. Явно теплее. Процентов, наверное, на десять. То есть это даже у одного человека разница. А разные люди, они видят по-своему. У них разные вкусы цветовые. И, соответственно, палитра своя. Да, да, да. Беусловно. Вот я к тому, что если есть список, ты уже никогда не ошибешься, ты уже знаешь, что эта краска не твоя. А из этих там… А, знаете, как поначалу-то хочется там и розовенькой, и такой, и сикой. Все это нужно пройти. У меня куча лежит, которые я теперь не знаю, куда идти. Я знаю, что я ими работать не буду никогда. Да, да, да. Ну, поначалу хотелось и такое, и такое. Потом названия такие веселенькие бывают, знаете. Да. Так, вот прокладываем здесь. Вот тут уже желательно взять такой, ну, даже не среднее, а достаточно темную вот эту вот часть в этой листву. Потому что светлую листву мы положим на темную. Да, да, да. Так, березки. Уже сразу сейчас будете березки делать? Я думала, прям надо вообще, прям в чистую все закончить и поверх положить березы. Ну, можно и так. Ну, можно просто основную вот эту группу заложить. Просто как стволы, чтобы они были. Ну, можно, да, можно с дальнего плана все это начинать. По березкам. Так, вот тут как правильно начать? Наверное, нижнюю часть. Можно взять темным, просто коричневым. Коричневым и зеленым. Хорошо. 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 А верхнюю часть такой фиолетово, тепло-фиолетовым, с рефлексовым, с оранжевым. Да, там конкретные рефлексы от Земли. То есть не белым никаким? Не, ну, какой там, наверное, очень тепло. Не, ну, какой там, наверное, там очень тепло. Так. Просто вот эта краска должна подсохнуть темная, чтобы потом по ней нам нужно время. подсохнуть. Такое основное нанесем, пускай не подсыхает. подсохнуть. 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 Подсохнуть, все это более вдумчиво. Вообще-то искусство, оно как бы суеты не терпит вот такой вот скорости. Она ни к чему. Вот этот кавалерийский наскок, он бывает и хорошо закончится, а иногда и так себе. Думчиво мы дома будем рисовать. Когда мы приходим на мастер-класс, нам надо получить технику и этапы работы правильные. Ну, все равно за мастер-класс, за вот эти несколько часов можно вполне вдумчиво сделать такой пейзаж. Ну, может, не в таких тонкостях, но, то есть, есть возможность. Наскок такой здесь не очень хорош, когда ты вот в таком качестве что-то хочешь изобразить. Когда мазком работаешь, ну, такая живопись, конечно, можно. То есть, по большому счету, вот такого плана пейзажа все-таки, как минимум, за два приема надо рисовать. Да, да, да. Потому что листва вот эта тонкая, веточки, это все. Ну, как правило, два приема и пишется. Основное. По-разному пишется. Кто-то делает за первый сеанс максимально возможное. Это тоже приветствуется. Кто-то делает только подмалевок, основные, базовые пятна. Вот. Я приветствую, наоборот, когда ты все, все что можно, пока еще терпит краска, ты все сделаешь. Потому что, когда уже просто невозможно какие-то, вот, например, у нас желтые листья, желтый свет у нас самый слабый, будет трудно его вписывать. Вот желтые листики, вот эти вот, вот эти, вот эти, какие-то вот эти, уже оптимально ставить на второй сеанс. Или же второй день, когда картина в теплом помещении стоит, сутки постояла. Угу. 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 и поднимать, положив кисть, поднимать деревья. Сразу этот же цвет можно выражать. Тоже разные стараться, да, видеть? Конечно. Этот какой-то более окрестый, тут больше красноты. Немножко сыровато. Вот мы сейчас выберем лишнюю красочку, то есть поделимся, сделаем слой краски, подкладки нашей еще более тонкой, чтобы максимально было без смешивания, без примешивания вот этого оттенка. Блин, тормозите, я просто забуду последовательность работы. Так, ну и ладно. Или буду вас дергать, зачем мне это тоже дергать? Тем более подсохнет. Все, до свидания. Пока. Идите, идите. Сейчас я на камеру, у меня так выглядит. Так, Наташа, в общем, пока понятно. Да, пока понятно. Вот давайте, до этой стадии, пускай подсыхает, действительно, не очень принимает краску. Прямо на моей работе делайте мазочки, если это нужно. с цветом, хотя вы, я знаю, с цветом у вас проблем нет. Да, да, давайте попробуем. Так, продолжаем. Так, остановился я на фоне, то есть на дальнем кирове. краски. Вот оно уже подсохло все. Ищем верхушечки холста. Касание кисти очень лёгкая. Да, мягкая кисть должна быть лёгкая. Краска здесь важна, чтобы она не была слишком разбавлена. То есть можно вообще не разбавленной краской, вязкой писать. Тогда она более качественно рвётся. То есть она не тонет в углублениях холста. Тут два варианта. Можно вот эти дальники вот такой кистью проложить. Но всё-таки рекомендую вот так искать поверхность. То есть за счёт того, что мы хватаем только верхушку холста, у нас получается они окрашены этим цветом, а глубина холста просвечивается зелёнка. То есть получается как бы множественность такая вот природная. Какие-то веточки, веточки наш мозг прочитает. Вот в этой вот рябе случайной такой найдёт какие-то ветви, объёмы. Какая разновидность лисировки, по сути. Лисировки. А сухая? Да, можно назвать сухой лисировкой. Только лисировки они прозрачные. Там всё равно получается как бы тоже просвечивает предыдущий цвет краски через наложенный слой. А тут у нас на структуре холста вытягиваем. Да. 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 Добавляем. Да. Да. Там уже нет той насыщенности. Здесь какие-то листики мы бы могли без белилов брать чистой краской насыщенно. Там уже расстояние скрадывает все и тональные различия, и цветовую насыщенность немножко. воздух съедает. Поэтому, конечно, без белилов. Без белилов бы фальшиво. Слишком. Вот здесь вот это без белилов у нас. А вот эти уже, пожалуй, без белилов. Немножко вот уже белил. Немножко вот уже белил. То есть сейчас работаем сухо. Вот это вот важно. Не разбавляем вот эту краску. Сухенькая. Она тогда вот хорошо развивается. Если переложили много краски, можно снять аккуратненько. Она все равно останется. Большая часть ее остается. Кстати, так можно наоборот постараться достать вот эти звездочки. Тоже вот зернышки холста беленькие достаю. Они тогда тоже добавляют воздуха и сложности, множественности. Зажигаем немножко бережок. Тоже каплику белил. Вот в этот колер салатовый. И цепляет немножко охру. Ну вот такие охристые оттенки. Чтобы не было прям совсем уже салатового. салатовый. Можно линию берега придумать. Там этого нет. Можно чуть-чуть вот контраст. Останавливать. Продолжение следует... 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 описывал просто что какие ошибки начинаешь во-первых смеси если у вас грязь смеси лучше составлять мастихин и так смотрите чем отличается мастихин от кисти кисти всегда есть грязь старая она внутри она здесь в обойме живет она живет в половине ты нужно очень большие усилия чтобы отмыть старую старую краску чтобы ее не было а при смешивании когда ты набираешь новые оттенки всегда выходит какой какая-то часть вот этих старых смесей в темных оттенках мощных это не очень критично когда ты создаешь нежные оттенки это очень критично мастихин мешает краску без грязи то есть он достаточно чист он всегда ты его отмываешь всегда чист и ты всегда можешь какие-то смеси прокладывать делать очень чисто чистыми то есть не лениться держать прямо под рукой мастихин взять какие-то замесы а потом вот эти замесы уже разносить кистью потом второй пункт не смешивать большое количество красок вообще любое смешение нет не совсем так не нужно когда буквально относиться к этому утверждению можно из двух красок из трех не считая белил составить очень грязную смесь из трех красок спокойно можно отвратительный цвет создать нужно всегда смотреть что что у тебя получается и из пяти оттенков может быть достаточно чистый цвет нужно всегда смотреть нужно как коровин говорил всегда остро чувствовать чистоту цвета и тона на палитре чистоту цвета прямо чтобы он был сочный был чтобы он нравился прямо на палитре если к на палитре он вам не нравится уже бессмысленно прокладывается на на работу он просто как плохая нота как фальшивая он ухудшит просто это место для собственной все работа потому что все взаимосвязано такое любое количество любое смешение двух даже близких цветов это потеря насыщенности в принципе но до определенного разумного предела то есть нужно смотреть на чистоту тона действительно больше там трех оттенков стараться не смешивать вот так третий пункт смеси делать чуть более яркими чем нужно немножко более яркими почему если делать их точь-в-точь прокладывать на работу может еще работой постоянно с работой какие-то затирания какие-то поправочки и смеси то есть финале мы волей-неволей все равно да 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 более неволей мы все равно но это может быть исключительно от неба если ты набрал его в нужный цвет нужно тон проложил его все мышцы больше работать не будет но это касается вот каких-то вот таких вещей можно делать чуть-чуть ярче яркость цвета одним движением можно снять а вот добиться и не очень просто по свежей особенно по свежей краски когда тона смешиваются нужно или очень толстым слоем прокладывать краску и очень важна еще степень нажатия на кисть потому что это один из пунктов вот это один из таких тонких пунктов опять же опыт то есть это все многоразово пробовать надо надо так работать разными кистями для различных цветов и тонов четвертый пункт кистей у вас должно быть много ну прям все кисти вываливается особенно хорошо и когда их много их не советую мыть просто в масло бросаешь там живут прекрасно кроме самых нежных солнечная подсолнечными вот работа разными кистями для разных оттенков для светлого темного для холодного и горячего тогда для разных цветов чтобы не не отмывать каждую потом вот важный пункт который который подметил не нажимать на кисть сильно работать кончиком что происходит вот к первому нашему вопросу кисти всегда есть грязь старая но это очень тщательно нужно вымывать чтобы ее не было при при сильном давлении краска выходит вот я допустим сейчас прям опытным путем что-нибудь сделаю вот беру зеленую краску вот отмываю ее как бы ну как бы вот и я ее отмыл потом беру какой-нибудь цвет вот мне нужно проложить если я сильно надавлю вот эта зелень здесь может быть более светлым каким-нибудь скажу вот эта зелень она полезет здесь может не очень видно здесь уже видно выходит то есть при сильном давлении все это выходит если работать легко вот допустим давайте я прям такой эксперимент покажу вот я беру кисть я ее в самую термоядерную краску окунаю в fc вот она полностью у меня я ее даже нет но я просто отжимаю вот она очень грязно вот краситься я беру чистейший самый нежный цвет у нас зелень ну вот лимоночку и лимонку это карме желтый светлый и если не давить я прокладываю чистейшие но относительно чисто может капелькой и вышло но вы поняли сам принцип если она давлю на нее выйдет все все вот это то есть работаем легко работает в деле работать одной третью кисти оттенки будут более-менее чистые не не нажимать теоретически все замечательно все понятно а когда а вы выпишите это на на картоночку прям повесьте у кого это острая проблема грязь выпишите все эти десять пунктов и все время вспоминать на 25 работе будет эффект это зависит от конечно от человеческих до потенциалов качество талантов это понятно но все равно опытом бесценен когда много много надо работать невозможно взять первый раз в жизни кисти и на 5 работе шедевр написать верно шестой пункт начинать работу держать кисть перпендикулярно не вот так работать лежачей кисть это прекрасная вообще изумительная техника когда ты ищешь поверхность мозга поверхность холста поверхность фактуру какой-то но когда ты начинаешь работать лучше перпендикулярно начинаем обычно щетинами кисть щетиновой кистью почему холст имеет свои впадинки свою фактуру чтобы забить фактуру полностью нам нужно опять же давить на кисть да и пойдет вот это вот вот это вот история опять же наши старые смеси вольно или невольно особенно это касается чистых цветов небо там каких-то вот нежности таких будет выходить то есть чтобы забить вот эти поры нужно ну примерно в два раза большее давление или слишком разбавление краски очень жидкой но это не всегда нужно иногда нужно в том же пейзаже нам нужно проложить небо чтобы она не было очень разбавлены сухими красками достаточно плотными тонким слоем чтобы этого добиться вот так вот нужно очень сильно затирать кстати при при таком нужно и давление и затирание а нам нужно в один мазок чистый проложить цвет чтобы он лег и в углубление в углубление и на высокое место меньше меньшим количеством движений чем меньше вот это золотое правило работала прямо чем меньше тело движения на холсте меньше трения тем чище ваша работа то есть минимальными минимальным количеством работы на холсте вот ваша палитра вот ваш лаборатория вот здесь в этих оттенках вы должны искать гармонию чистоту цвета все здесь большее количество времени взгляда вы должны как ни странно смотреть на натуру и на палитру а не на свой холст вот так учат так учили классическое классическое преподаватель так пункт номер семь очень важный мазок должен быть недомешан на палитре и по возможности проложен на холст без размазывания что такое недомешанный мазок немножко игра цвета что да да смотрите как те же импрессионисты они вообще старались них тоже писали они щетиной кистью они брали раз два допустим три цвета без смешивания они его прокладывали вот здесь вот третьего не видно ну здесь может быть совсем не слишком примитивно как бы очень грубо для укладки нам все-таки нужно как игра ну вот допустим вы как начинающего можете просто считать свои свои количество смешивания на холсте то есть берем цвет 1 2 допустим вот я еще какой-то взял и 1 2 3 вот я перемешал казалось бы моно цвет но на самом деле вот в нем есть оттенки оттенки чисто оранжевого желтого ну там наверное коричневую если присмотреться вот понимаете он живой здесь есть оттеночки прожилочки полосочки чистейшего цвета на расстоянии это смешивается легко в цвет в оттенок в свой сблизи на разных расстояниях все время разный эффект как вот что-то вот живое вот этот мазок самый ценный но тут есть еще один мазок поверхностный мазок когда вот ты перекрываешь по вот этому живому еще живым таким рыхлым мазочком полу про полу рваненьким таким когда это богатство видно еще сверху обогащена еще где моском это вообще тогда вот вершина живописи в природе все мерцает там нет моно крашеных каких-то поверхностей все звенит каждая песчинка каждая травинка она по-разному мерцает мерцает бесконечно наверное поэтому вот вот такая укладка она очень и очень приветствуется не можно какая-то размытая затертая да и кстати когда мы затираем когда мы делаем много тел движений больше трех наверное четырех движений там каких-то уже опять же тот же эффект выходит немножко с наша старая смесь то есть еще один шаг загрязнению смеси вот это один из важнейших принципов когда ты работаешь алла прима в такой манере живописный вот так вот немножко недомешивать краски считать свои движения на палитре так потом нижний слой краски должен быть вязки важнейшая тоже одна из важнейших важнейших принципов работы алла прима именно здесь нам без разницы мы сейчас пойдем и нашли на нижний слой мешать не будет но когда ты работаешь в один сенс вот это первый первые подкладочки они должны быть вязки то есть минимально разбавленными маслом именно маслом и лаком скипидаж здесь может быть мы можем легко немножко разбавлять его чтобы он легче разносился тонким слоем но разбавитель выветривается остается плотная краска без масла без излишнего количества масла и потом мы сможем обогащать вот эти оттенки вот эти вот места поверхностным каким-то мазком уточнять и так далее без смешивания без перемешивания вот допустим этого синего к желтому то есть мы так называем как мы с вами когда-то говорили уже вспоминали этот принцип живопись жирным потощим кажется так да то есть сухой сухая подкладочка и уже можно жирненьким то есть с большим количеством масла тройника можно прокладывать вот первый первый раз мы первый сеанс писали я помню мы добавляли сюда чтобы была смесь посушить сейчас мы это сейчас мы сейчас просто то я не чё он тоже нет не классично точно даст тоже достаточно сухой но здесь примерно 70 70 процентов от перед 25 масла и 5 по любому сейчас масло должно быть чуть больше да 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 чуть-чуть вот он даже чувствуется чуть-чуть масла здесь есть всегда кстати опытные художники прям пальцем что это сколько насколько он сухой то есть если будет третий сеанс и еще жирнее нет 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 не обязательно то есть смотрите для чего у нас не может больше масла в книгах вот потом самоучитель и по живописи очень часто я встречала что каждый последующий можно слой должен быть более жирный смотрите это для того чтобы было лучше прилипание адгезия потому что масло и лак особенно лак он способствует прилипанию и чтобы не было прожухлости здесь у нас сухой разбойте у нас будут небольшие прожухлости по высыханию но не критично если бы мы на white спирите на чистом дело она вот цвет вообще бы ушел вот в эту предыдущие наши маски просто старое масло она тянет краску ну холст забрал бы не холст масло масло знаете как масло уже на как в каком-то видео объяснял еще раз объясню свежее масло оно здесь достаточно свежее прошло неделя для толстого маска это не это ничто она в ней подсохла она и внутри подсохла но она еще не были не полимеризация не произошла что сейчас если посмотреть под микроскопом срез вот этот масляный мазок напоминает губку то есть там микропоры есть такие куда не ушла бы наша жидко разбавленная краска она бы ушла туда точнее само связующее масло разбавить и куда меня остался остался и он бы лежал бы матовым как примерно как посты кстати достаточно механически непрочная была бы вот эта смесь и при добавлении лака и масло этой ситуации и исправляется тем что хватает и вот этой губки туда что-то уходит но все равно остается немножко в пигменте достаточное количество чтобы не было прожухания и чтобы сама смесь свежая была хорошо приклеилась и было достаточно механической прочностью обладала вот через несколько недель две-три пять в зависимости от температуры влажности воздуха и толщины мазка вот вот эта губка немножко спадает и вот это эффект вот этой вот его тянущего эффекта свежего свежая свежего масла еще не просохшего немножко нивелируется то есть уже не так выражена вот это тогда через допустим две-три недели можно было работать на более сухих разбавителей так дальше еще пункт пару пунктов осталось так нижний слой так вязким так поменьше возьми исправление на халте думать на палитре но это уже проговаривали минимальное количество особенно это аллоприма но вот прям как же золотое правило чем меньше мы здесь возимся тем чище работа потому что какие бы не были тут наши движения мы привносим новые оттенки в эти смеси они потихонечку перемешиваются да да это если мы работаем мастихином можно работать этого можно избегать мастихин работает очень чисто прокладывать прокладывать можно ковыряться весь день все равно будет она относительно чистая такая мозаика кисть это она как миксер очень хорошо смешивать даже срока смежные оттенки допустим желтый зеленый оранжевый не смешаем и все равно потихонечку потихонечку они уйдут в грязь в такую ну не грязь но более какие-то спорные оттенки иногда не всегда нужно иногда нужно очень насыщенные какие-то звонкие места если мы тут пойдем ковыряться мы их моментально так потом насыщенные последние насыщенные места тени прокладываем первыми без белью белила в смесях дают серость то есть темные места моих первым прокладываем не не делаем сначала вот допустим растянули бы здесь мы вот это озерцо вот этот оттон с белилами уже бы темные не было таким тем да вот кстати даже может быть здесь заметно здесь у меня не было синего с белилами вот этот смесь достаточно насыщены вот здесь я уже пошел по по вот этим белилам примерно тем же тоном она серенькая не буду она конкретно серенькая то есть вот мы какие-то насыщенные места вот здесь 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 там где вам нужна насыщенность особенно касается тени тени и тени и места это ну не более насыщенный свет выберет высветляет работы немножко снимает насыщенность особенно яркий свет то есть вот какие-то места вы чем я прокладываем сначала теневое а потом уже полутеневые и световые не наоборот вот такие вот 10 пунктов каких-то если их придерживаться уже от вас пол дела с него от вас уже не будет вот таких вот каких то ли это белизна холста у вас любили вот это сервис это брак то же самое здесь или много смешали оттенков коричневого попал как будто я просто не даться не доценили немножко вы тогда как у себя чувствовали смотрите вот или просто на палитре не почувствовали чистоту цвета и проложили вот этот достаточно унылый цвет он не уныл он бы хорошо пришел пригодился в другой работе пасмурном работе не здесь это это еще и из другой работы и так все давайте продолжаем дальше небо меня более-менее устраивает не устраивает облака вас тоже не меня вообще не устраивает можете тоненько переписать а до белила напомню еще раз белила цинковая для прозрачности вот тоже небо дописывать какие-то моменты на титане было бы очень жестко то есть слишком слишком даже в тончайших слоях очень заметен сейчас вот так называемое нужно войти в палитру так называемое вот расписаться вспомнить старые замесы что-то использовал войти в эту палитрочку и потом дальше пойдет помягче работа сейчас какое-то время на это нужно чтобы попасть в эти же смеси вот цинк вот он абсолютно прозрачно можно все это лессировать нужно пальцем немножко растереть так он зацепился преимущество вопринга зацепился у нас желтый мы спокойно все это вытираем желтый отсюда зацепился одно из удобств кстати начинающие и я в том числе я очень не любил да и сейчас не очень люблю не знаю почему вот так вот я люблю все но это от характера зависит сразу все сделать и уже назад на завтра следующее писать вот так как ни странно писать легче начинающим кажется что так труднее труднее попасть в палитру такая вещь начинающему трудно попасть свои вчерашние то есть в прошлые оттенки по себе знаю но тут дело такое нужно постараться понимаете человек растет через трудности и ты подбирая вот эти оттенки вот этими трудностями ты воспитываешь себе цветовидение свой тонкость цвет это все ощущение ну так наверное это называется у художников то есть ты мы растем через трудность потом уже когда ты вошел в эту палитру тебе будет достаточно легко вести работу работа как правило на сеансовые они намного то сложнее и богаче ты можешь больше передать чем аллоприма аллоприма хороша своей свежестью своим порывом своим вот этим вот экспрессией получается что в аллоприме в технике лучше всего конечно этюдные работы писать такие вот ну да нет понимаете по старым временам это называлось этюдные работы по нынешним это вполне все законченные произведения высочайшего художественного качества могут быть мы тут действительно художник то есть зритель уже ценит не вот это вот да да но это же не качество рисунка он уже ценит порыв смелость художественную какие-то вот такие уже вещи более способность передать настроение вот такое мгновенное то есть уже видят в ходу в художнике именно художника а не рисовальщика не мастер это хорошо это хорошо когда это сплавляется в одном человек когда ты великолепную технику владеешь еще способен на создавание новых миров новых 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 материалов новых особов способов это конечно вот сейчас можно класть кисть и спокойно искать сложность особенно середины там же были имена которые не потому что гениальный как вы говорите рисовать а потому что по-другому как его который раз по полу полок да ну да 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 они создавали новую сейчас ты разливая краску тебе не за мне не за не он был 1 1 1 1 до черный квадрат сейчас ты хоть треугольник рисуете не за первого лишь написал первым все сам было придумать ну наверное во всех сферах деятельности самая ценная идея идея и понимаете тут может быть не стоит гнаться за какими-то крайностями развивать краску или что вы должны почувствовать свой внутренний голос если вы его почувствовать если не будете гнать за мейн стримом копировать что-то вот в духе вот чем мы сейчас примерно занимаемся нам нужна просто картинка для фильма для не знаю вам они нужны для чего-то вот да если вы почувствуете свой внутренний голос нет не пойдете в мейн стрим а вы почувствуете свои особенности каждый человек уникален и начнете их разрабатывать тогда ваши работы станут уникальными вот тогда может быть появится вот этот черный квадрат только в ваш ваше видение получит вот дали хорошее слово именно почерк неповторимый а почерк как всегда как понятно вас заметит вы выйдете из этой очень общей массы я по небу возможно еще вернусь к нему понимаете смотрите здесь они так и фотография примерно так ну художник должен немножко оттеночки какие-то создавать но не картин нам не картина мира как там волков говорил унылая картина мира нам нужно для этого есть фотографии нам нужно свое видение ищите и думаете я что-то я ищу я вот сейчас попробовал желтенького пробовал фиолетово но мне немножко не нравится не устраивает вот просто однообразие вот этого белого поиска нужно ошибки через ошибки на все это опять же вас не устраивает через ваш огромный опыт но я как человек там имеющий минимальный опыт я например считаю как надо совсем светленько светленько почти беленько а потом я сверху положу веточки и все это вот так вот вместе будет красивенько может быть так оно и будет может быть может я просто ошибусь тут дело не в том что как бы это объяснить я могу и ошибиться и не ошибиться ошибиться в самом в степени желтизны в степени вот этого оттенка а то что я ухожу от этого это не ошибка вот это ну если вас что-то не устраивает уходите от него ошибетесь не ошибетесь не ошибетесь но это будет ваша не тогда так будет по моему лучше как я считаю так вот можно сплавлять вот вся прелесть вот этой живописи не растяжки к это здесь нет растяжки смешение да я понимаю на выпуклых частях холста верхний слой лежит а в углублениях лежит предыдущая краска это сложность появляется сложность много сеансовой живописи вот она пошла во все вот мы теперь берем краски чем хороша второй сеанс краски много не нужно ну может за каких-то если мы будем мазком работать слой может быть минимальным краски главное не ошибаться особо в этой красочке тень у нас допустим у вас тоже неплохая идем через полу тени к световым так вот здесь под насыщенные места вот эти вот белью отмываем кисть от белью и создаем чистую такую смесь оранжевый красный и марс то есть очень строгое правило работаем можно и наоборот пройти мы будет грязь если наоборот пойти от световых как начинающих сначала светлое светлое прикладывать потом как-то приделывать тень прям методическое правило такое еще древние со всех времен сначала прокладывали тени полутени какие-то более световые кстати с полутонами больше всего и работать нужно вообще вся живопись она в полутонах вот этих полутеневых которые начинающие правило голубым по европам раз раз кое как хорошо и все найдут и потом сразу работает со светом то есть со самым сладким то есть вот световые какие-то моменты и работа теряет цельность вся вся живопись она вот в этих вот вот где-то зелененький полутон какой-то где-то фиолетовый оттенок если вы его не чувствуете вы должны его придумать просто придумать просто взять и обогатить свои смеси ну до разумного предела чтобы это не пестрелило вот фиолетовый как хорошо смотрится легкий фиолетовый оттенок его возможно здесь и нет хотя может есть какие-то носки начинающие его бы не заметят коричневые легкие оттенки и так далее я пойду дальше работать давайте догоняйте вот здесь вот почему листики рисовать не знаю вот удобнее мне кажется я потом наложу все это еще хотя неплохо вообще способов решения задач практически но не бесконечным очень у вас вот такой способ решения у меня немножко все равно главное у нас здесь цвет в живописи важнее всего вот это вытянуло да да уже повисели уже повисели так продолжаем это можно какие-то стволы рисовать если вас устраивает более-менее то что сзади уже можно вытянуть стволы цвет у коры достаточно сложный не такой очевидно как все начинающие не белый я имею ввиду вот эти дальние стволы вот то есть у нас не беру за как этом начинающие берут коричневый как вот коричневый фломастер или карандашик из набора берут и коричневый все сложнее намного она возможно коричневый но там очень много зелени рефлексов зеленых оранжевых будет не плесень как этот зеленоватый а когда мокрое дерево он вообще очень явно зеленит и фиолетовая будет однозначно то есть боимся таких вот очевидных ходульных боимся вот этой зашоренности рисуем скорее знаниями таким что там будут и такой оттенок вот добавили мы оранжевый сюда пускай будет в теневой красный какой-то рефлекс это сначала мы тени рисуем важно чтобы мазочек немножко рвался чтобы опять же показывать воздух будет лицо перекрывается где-то открыт вот эта рванность она у нас и голове превратиться какую-то сложность что там что-то перекрыто хотя это просто рваный мазок вот он порвался краской вот здесь очень важно управлять пастозностью краски чтобы она была точно такая как нужно для начинающего хотя бы там три градации должно быть пастозности неразбавленная краска разбавленная и очень жидко разбавленная хотя как вы понимаете этих посту степеней разбавленности краски очень много и они очень важны они очень сказываются на характере на на своих последствиях как ты положил и какой кистью мягкой жесткой все время вот это нужно чувствовать это словами не объяснишь ну кроме данного случая здесь конечно вот я вам говорю лучше брать чтобы брался мазок неразбавленной краски или чуть-чуть разбавленной словами не объяснишь но это приходит с опытом чисто с опытом со временем придет и уже задумываться не будешь твоя рука будет когда нужно тянуться в масленку и брать кстати ровно то количество разбавителя сколько тебе нужно ты не забывай не макнешь ее полностью ты возможно обопрешься у краешек вот так вот таким движением таким точно ту капельку возьмешь что тебе нужно в данном случае и потом проложишь это вот и под березку под эту я сначала теневую прокладываю вот и я вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не голубые, не рефлексирующие, потому что здесь земля. Тут, скорее всего, под кроме деревьев немножко чувствуются небесные рефлексы, больше чувствуются вот эти рефлексы горячей земли. Тут такое исключение. То есть и свет теплый, и тени теплые. А холодная, возможно, вот эта полутень, вот это сочленение. Тут вот просто несколько оттеночков можно прохладных положить, а полутень, то будет достаточно. Вот между собой березки будут горячим-горячим общаться. Белый цвет он очень восприимчив, как известно, к рефлексу, к отражениям, к окрашиванию. Вот поскольку здесь они между собой, четыре, в моем случае, березки, мне вот этот блик будут давать достаточно горячие такие вот рефлексики. Это нужно усиливать обязательно, усиливать. Потом можно смягчить немножко, если будет глаз резать. Я этого не вижу, но я просто знаю, как бывает в природе, когда яркий свет, он от этой белой корены явно отдаст горячий такой вот. Вот близко. На самом деле на бело-черной березке тут целая палитра красок получается на стволе. В жилописи, да. Так она же не бело-черная. Даже в фотографии видно вечерняя березка, если вечерняя, там вообще каскад бликов. Даже в хорошей фотографии видно. А в жилописи тем более мы должны выдумывать. Вот здесь нам помогает то, что у нас темная подкладочка была, можно ее немножко доставать. Если недостаточно, можно доложать. Спасибо. Спасибо. Смотрите, я уже в этот подход. Я уже молчу, потому что он уже, по-моему, в первой части. Нет, я не о способе. Я говорю, я сейчас вот уже пишу свою картину. Я особо не смотрю. Примерно. Я даже по инерции бросаю. На этом этапе уже можно откидывать, отбрасывать материал, если вот фото, материал, и писать по смыслу сделанному. По ощущениям, по словам. Да. У нас же полно знаний, как устроена природа. Колорит у нас заложен, и идем вот с этими знаниями. Иногда, конечно, можно посмотреть, там детали какие-то, где там какая веточка. Но так будет более цельная работа. Ну, понимаете, если не вымучивать ее, не писать с копией, а еще хуже бороться, что-то вот не то вам показалось, вы чините, что-то такое делаете, будет грязь и собрание ошибок. Собрание таких вот микроошибочек. Будет картина такая и не ваша, и не копия, и что-то вот такое. А когда вы убираете, вы по смыслу сделанному, то есть у вас тиктует уже своя работа, вы настраиваетесь... Ну, конечно, мы никогда в жизни не попадем. Не попадем, да. Мы попадем, но это будет каторгой, понимаете. То есть, и тут, если уже отдаться вот этому своему чувству, вы будете уже расти и как художник, и как цветовик. Вы будете, ну, в своей вот этой, ковыряться в своих смесях и делать колорит. Точнее, вот, да, вот важное слово – колорит. Здесь, если брать ошибки, мы, как у нас устроено, мы берем отсюда цвет. То есть, советую на каком-то этапе просто убирать временно. Временно убирать вот это. На передний план белила лучше не добавлять. Лучше зелень засыть оранжевыми, да? Ну, к белилу мы все равно придем. Тут бликуют листики, они без белила мы их не возьмем. Ну, как бы теневые и какие-то насыщенные. Ну, допустим, листик, который, сухой листик, клеон или чего-то еще, за солнцем он без белил, конечно, варенье. Какие-то травинки, естественно, уже, ну, как, не сможем без белил. Ну, мы как брики положим белилами, а, в принципе, как бы светлый цвет на передней плане лучше без белил. Ну, да. Вот уже с белилами, вот уже более спокойные какие-то. Без них, конечно, тоже нельзя все кричащими нотами создать, вот как мелодия или как это. Это вот действительно, как кричат в разговоре. Должен быть и спокойные какие-то нотки какие-то. Субтитры создавал DimaTorzok Я не прорисовываю какие-то вот такие детальки. Ну, знаете, как на березках. Можно взять мелкую кисточку прорисовать, а можно вот так, на удачу, с учетом, как она там споткнется, окраску, фактуру, так быстрее нам надо. Просто у меня не хватит времени вам сделать все вот эти детальки, а по-хорошему, если у вас время есть, можно взять и выписать. Можно муштаберы какой-нибудь взять и постараться хотя бы основные какие-то вещи, какие-то вот прожилки вот эти вот, взять их и выписывать. Вот. Так, как вот тянуть двухцветные веточки? Вот, допустим, у нас веточка с бликом. Разбавляем темную краску, ну, там, какую-то фиолетово-коричневую. Разбавляем для нее световое. Ну, что-то такое явно светлее, намного светлее. То есть, тональная разница должна быть очень большая. Разбавляем красочку, делаем мягкую, одинаковые мягкости, примерно одинаковые, что вот эту смесь, что вот эту. Потом берем кисточку, отжимаем, цепляем вот эту и на другой стороне. И с учетом того, что сверху у нас световая пойдет, мы тянем эту веточку. Вот у нас. Не всегда... Вы поняли сам принцип? Да-да-да. Главное, чтобы одинаковая пастозность у них была, одинаковая разбавленность краски. Еще можно прокручивать чуть-чуть, чуть-чуть как-то вот прокручивать, чтобы это все мерцало. То есть, так она будет всегда более живая, чем если мы сначала тень напишем, потом как-то попробуем световое что-то. Пускай прерывалось. Неважно, откуда он... Наш мозг соединит ее, куда-то уведет. Видите, порвался мозгчик. И замечательно. Замечательно, да. А вот этот рваный мозгчик, он как ключик даст нам ключ к расшифровке картины, что у нас она не вся прописана. Пропишем мы здесь, 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 все взаимосвязанность потянет, нам придется все-все выписать, 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 прописать и церквушку. Даже несмотря на то, что это самый передний план, мы все равно должны его писать в той же манере, как и вся картина. Конечно, чтобы была органичность. Ну, конечно, здесь, смотрите, тут она будет написана абсолютно в том же ключе, но здесь желательно больше насыщенность, более контрастные разницы там сближены. Здесь еще чуть более, ну, клан наделить. Вот этим способом. А способ на укладке должен быть везде одинаковый. Не значит, что тут мастихин, тут кисть, тут палец, а тут тряпка. Тогда вот будет такая эклектика, которая не очень хорошая. Все картина развалится. Ну, не развалится. Есть такое понятие, культура укладки, она, поскольку живопись, это не только разукрашенная плоскость, это еще барельеф. Да, ну, конечно, барельеф. Прям пластика лежит. Поэтому нам в музеях всегда хочется рассматривать вот это. Или на фотографиях смотреть укладку. Там ничего нет, а мазок он красив. Вот как это вот такая вот фактурная краска лежит. Краску практически не мешаю. Беру два цвета каких-то. Это к началу нашего разговора. Зачем ее мешать, зачем ее грязнить. Кисть не протираю. Иногда протираю, когда нужно кардинально сменить цвет, иногда не протираю. Поскольку я чувствую, что она еще не загрязнилась у меня краской, я могу брать. Если почувствовал, что грязь какая-то, тогда нужно, конечно, протирать. И опять же, повторюсь, не давить на кисть, чтобы не вылезло все наше прошлое. Как раз вот этот вот способ укладки, он как раз по-сухому хорош, да? Его можно добиваться. Его можно, но сложнее. Нет, нет, просто чуть-чуть деликатнее. Чуть-чуть деликатнее. Я говорю, сначала в воздух. Вот прям пугайте эту картину в воздухе. Раз, 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 раз. А потом на пятый, на десятый раз вы легко коснетесь. А потом будете чувствовать легко эту кисть, вы будете с первого раза делать легко. Без нажима. Во-первых, при таком нажиме очень важно, при таком мазочке, не держать кисть крепко. Она должна чуть ли не вываливаться из рук. То есть вот едва-едва, двумя пальчиками, чтобы не было давления. И держу я посередине примерно центра тяжести. Поэтому, если бы я ее здесь держал, мне бы нужно было как бы кончик... Тут, скорее всего, менее деликатно было по центру. Она почему-то очень деликатно делает движение свое. Почти сухой. Ну, такой слегка. Вот всегда почувствовали, какой результат. Не хватает немножко жидкости. Чуть-чуть добавили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Случайности ДimaTorzok 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 Д ago Будет-то такое мнение, что я не уберусь подписаться под ним, что оно верное Но тем не менее он чувствует, что художник всегда должен быть чуть недоволен своим картами Ну, конечно. Душник всегда знает, что можно еще лучше. Да, да, да. Если бы она на стенке повисит, по-моему, думаешь, господи, блин, уже бы тот бы исправил, тот бы исправил. А это потому, что вы растете, да? Слава Богу, что не лаком покрытый. А лак же смывается, кстати. Ну, не буду. Лак вообще-то менять нужно раз в 10 лет. Он же мутнеет. О, это уже не я. Так это же очень просто делать. Вот делается за полчаса все. Смывается губкой именно этим скипидаром, не уйдспирит, но скипидаром смывается. То есть лак сотрется, а краска не... Нет, конечно, абсолютно. А скипидар не может разбавить краску. А потом, посохнет и сразу же... Мастер-класс по реставрационным работам так... Нет, это не реставрация, ты должен знать каждый художник, что... Но он темнеет, лак же со временем. Мутнеет, особенно домарный. Акрилостирольный, за акрилостирольным этого не замечено. Акрил фисташковый, получше лаки. А домарный он мутнеет и теплым становится. Некоторым работам это не нужно. Особенно если работа в холодном тоне написанная, она даст вот эту вот желтизну, легкую. То есть смыли, постояло там 5 минут, высохло и снова свеженький лак. Лак обязательно свежий должен быть, чтобы отлипа не было потом. Акрилостирольный, который у аэрозоли хороший вам? Акрилостирольный, отличный. Акрилостирольный, опять же, он, наверное, тоже должен быть свежим. Ну, я не знаю, как вы, я постоянно, вот, даже не старым лаком покроешь, все равно дает отлип. Отлип, да. Смотрите, тут по контрастам. Вот на темном лучше светло проложить, а на светлом темненький. Вот так можно немножко взбить, чтобы не все было пестро. Или вот так вот опылить ее, просто сухой кисточкой, просто она будет брать вот эту вот нашу краску свежую и так мягко-мягко сделает, не растушевка, а вот как бы она распределит и станет мягче, щеднет вот такая излишняя, возможно, излишняя жесткость. Вот прям сюда, 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 пускай все мерцает. Вот так вот. Продолжение следует... Так, вот английская, что-то я про нее забыл, она очень важна. Да-да, сюда отлично, конечно. С небольшими уточнениями, вот такая вот, прям родная. Хотя очень близкий цвет мы с оранжевым марсом, если... Аналог, да-да, можно аналог, но все равно... Да, аналог всегда можно подобрать из этих, но точного... Иначе не было бы этих красок. Ну, понятно, да. Точного цвета не может быть в принципе, именно почему? Потому что у них разная физика. Здесь моноцвет, и у вас лучи одной волны отражаются от английской красной, А если составные, два-три цвета, уже будет три разных волны с разной частотой отражаться, уже цвет будет другой. Он не будет такой сочный и насыщенный. Ну, может, он насыщенный не будет, но не то. Будет... Точно копии не получится. Иначе бы мы рисовали как... Знаете, как... Три краски. Три краски, как фотолаборатория. Сколько там, шизка, по-моему, как красок, фотопечати. По сути, вы одним цветом идете, что предмет, что отражение. Да, по-хорошему нужно, конечно, делать разницу. Ну, смотрите, во-первых, я начинаю всегда не с тени, а со света. С предмета. Да, смотрите, у меня тут грязь какая-то в кисти есть. Вот здесь он еще чистенький. Тут постепенно... Набрал. Набрал, набирает грязь, особенно если Аллаприма пишем. И тут он уже, в принципе, он уже немножко спокойнее и, как правило, темнее немножко. Отсюда грязь вышла или зацепила... Или собрался холстачку. А потом можно один раз, если совсем уже похоже будет, черкнуть мягкой кистью, и уже разница будет более существенная. То есть закон отражения, мы, по-моему, в первой своей серии говорили. То есть насыщенность немножко теряется, светлая становится чуть темнее, темная, чуть светлее. Вот такой перевертыш небольшой происходит. И плюс влияние дна. Если дно мелкое, влияние дна, цвет то ли тина, то ли песок... Ну, в Москве торф. Торф, да. Он всегда дает коричневой воде. Так, Миташа, я... Да, 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 да. Так, вот солнышко все больше и больше, все отлично. И проблем много с ними, мало добавим. Здесь можно, кстати, и титана взять. Нет, тоже мне не хватает белизный белил на березах. Титана. А я забыла, представила, что мы работаем цинком. Я как березки все-таки не могу вытянуть по цвету. Ну, так это же другое дело, Олег. Я уже точно не помню, по-моему, это 2 или 2,5 раза. Кроющая способность, да? То есть не только мы смотрим, а как бы с краешков стволика они же есть, с центра ствола идут. И с обратной стороны там как бы может какой-то... Не хочу их тут, перебор, ну, вы поняли. Ну, да, чтобы искусственности не было, как на детском рисунке. Важна вот эта корявость такая. Не вести его, смотрите, тут важно, чтобы ваша рука, ваши действия немножко впереди вашей мыслиши. Если вы пойдете, вот, как я так заверну, так заверну, будет неестественно, или слишком плавно. Или вообще без мысли, просто она естественно слегка дрожит, же рука. Вот, ну, достаточно коряво. Она же ведь в ракурсе может быть очень... И сбоку она может быть почти прямая, если мы развернемся, да, она может коряво прям кругом вот таким закручиваться. М-м-м. М-м-м. М-м. М-м. Смягчаем немножко. Вот этот цвет вы как получаете? Что-то тепленькое, розовое с оранжевым, наверное. И с белилами, естественно. Креплак, оранжевый, да, креплак, оранжевый белил. Так, это ваше, да? Да, мое. Отлично. Солнышко появилось и все, что нужно. Деревья там коричневые, ну ладно. Какие-какие? Коричневые. А надо темнее или светлее. Как бы да. Ну... Как бы темнее, да. Или темнее. Не то, что они очень теплые. Там, понимаете, лишь половина будет холодной. Я чувствую, что там наврано, но как исправить, я не пойму. Холодная, на самом деле. Вот у меня какие-то акценты. У нас прям такая солнечная. Получилось. Прямо. 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 Солнце-солнце. Смотрите, я постарался выжать все из краски. Краски, а силы в них есть. Если ты захочешь, ты солнышко сделаешь. И грязь сделаешь. Это да. И не захочешь, сделаешь. То есть, вы знаете, все приемы недомешаны, с чистым светом. Мощнее, чем нужно, кладем краску. Ну, то, о чем еще мы начали говорить. Этих приемов немного, чтобы чистота была цвета, а чтобы не было грязи. Чистый цвет такой, какой тебе нужен. У вас эта памятка, она ваша личная? Нет, нет, нет. А я в фильме ее и прям в конце. Там будет прям по номерам все десять этих заповедей. В этом фильме. Отлично. И, возможно, я его отдельно куском вырежу, чтобы... Потому что это очень важно. Это очень важный момент. Там, может, еще всякие подпунктики есть. Ну, это самое главное. Очень хорошо, что мы это посудили. Да. Ну, все, наверное. Наверное, все. Да. Наташа, вам помочь? Нет. Молодец. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»